Пил алкоголь прямо за рулем. За этим занятием его и увидели автоинспекторы, которые совместно с судебными приставами проводили рейд по взысканию долгов. Глазам своим поверили. Мужчину остановили во дворе одного из домов по улице Чкалова. Подозрения в том, что водитель не трезв, причем сильно усугубились. Что было дальше, расскажет Альбина Менебаева. Вы за рулем, да, были? Водитель Лады Калины после остановки предпочел сохранять гробовое молчание. Хотя, как заметили автоинспекторы, за рулем мужчина вел себя весьма вызывающе. Водитель автомобиля Калина двигался по улице Чкалова, при этом употребляя алкогольный напиток. Был замечен экипажем дорожно-патрульной службы и остановлен. В настоящее время у него имеются достаточные признаки опьянения. Данный факт будет проверен. Он ехал по двору, где в это время гуляли дети, благо совершить ДТП не успел. В том, что он не имел права садиться за руль, доказал тест на алкоголь, на прохождение которого согласился водитель. Дуйте, 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 еще, 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 давайте. Все хорошо. 1,322. В том, что мужчина употребил спиртное, сомнений не вызывал ни у кого, кроме него самого. Во-первых, его видели пьющим из бутылки прямо за рулем. Во-вторых, наличие алкоголя в организме подтвердил и алкотестер. Но мужчина с его результатами не согласился. На это ему предложили еще один вариант. Медучреждение проехать согласны? В том, что анализ крови покажет иной результат, автоинспекторы сомневаются. Так быстро люди не трезвеют. Теперь мужчине грозит лишение водительских прав и штраф в размере 30 тысяч рублей. Альбина Минебаева, Арат Назибов, Константин Бушуев. Вызов 112.